итак друзья продолжаем наши уроки с вами александр сенин лайкайте это видео пишите мне обратную связь ознакомьтесь с моими работами значит итак продолжаем сегодня у нас с вами уже страшно сказать 16 урок 16 урок так на сегодня будем разбираться с вами с новой темой с переходами между контроллерами называется она у нас будет юай storyboard segure заоткрываем наш проект еще у нас сейчас есть да у нас есть табличка в которой данные мы можем сохранять там двигать всячески редактировать и ну теперь что теперь нужно обработать нажатие да то есть когда мы тыкаем в этот транспорт чтоб нам открывался там новый контроллер в котором что-то было в нашем случае я думаю мы с вами сейчас вот чуть ли вам в нашем случае там будет так view контроллер iphone 47 либо туда поместим наш новый контроллер да и пусть там это вот то что мы выбрали там наш самолет будет написано жирно прям весь контроллер так и мы ее сделаем гигантской самолет так самолет очень минимум фон сайс сделаем так создадим теперь класс этого view контроллера new файл какая тачка вас вот здесь вот выбрать юайю контроллер он у меня уже выбран назовем view контроллер ну давай по-другому назвать да чтоб не путаться тут юайю view контроллер это наш так создали значит в нем у нас есть а сразу сразу привязку нужно сделать конечно мы создали и сразу вот сюда его нужно привязать следующий шаг наш лейбл нужно вытянуть этот view контроллер делать сюда вот коннекшен да вот лет лейбл 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 и нам нужна переменная через которую мы будем пулять так сказать данные между контроллерами давайте назовем ее просто вар текст дата на это у нас будет стринг опционально все контроллер готов теперь наши переходы начинаем настраивать первое самое простое что мы можем сделать да это прям отцел правой кнопкой да или control клик по тачпаду перетянуть вот сюда так называемый сегу 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 шоу шоу пусть будет шоу да вот видите он сразу его достроил все это в рамках навигейшн контроллера происходит здесь плашка сразу добавилась у нас у этой сегу у этой сегу может быть название какое-то но сейчас это нам не нужно да потому что это сразу будет сеги будет вызываться автоматически как только мы будем кликать по ячейке опять он хочет опуститься на моем айфоне нет мы это будем запускать на iphone 6s запускаем запускаем так так запускаем и смотрим что у нас получится у нас все получится да вот пожалуйста наш лейбл видите можно назад отходить лейбл естественно ничего мы с ним не делали вот как прекрасно все работает видите транспорта все как бы все супер остальные функции в порядке теперь давайте обработаем этот переход вот здесь есть такой метод он закомментирован называется он prepare for segu вот он как раз вызывается когда мы начинаем делать переход вот здесь это написано да little preparation before navigation да вот она наша ui storyboard segu вот если мы сюда зайдем то здесь у нас есть такая штука как как destination view controller вот в нашем случае destination это вот то куда стрелочка указывает да это вот он это вот наш new view controller да здесь мы его сейчас давайте и получим значит segui destination view controller as new view controller это вот он пожалуйста у него помните есть свойство текст data ему нам нужно присвоить элемент из нашего data array из выбранной ячейки делается это тоже достаточно просто у нас есть наша table view у нее есть selected 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 индекс path for selected row вот что нам нужно да соответственно нам нужен row но но это все нужно сделать как бы в рамках давайте давайте это вынесем значит и сделаем let selected data равно наш data array и вот так вот это сделаем так что то сейчас мне кажется ему не понравится да ему надо развернуть это значение вот мы его развернули и сюда соответственно передаем selected data посмотрим давайте еще раз new view controller что здесь происходит а да view did load соответственно нам нужно сделать наш лейбл текст так текст равно текст data да вот так давайте о navigation удалим запускаем запускаем смотрим что получается запустили самолет самолет прекрасно коньки коньки давайте проверим как у нас там прошлое работало самолет все что поменяли машина машина самолет самолет коньки все друзья работает супер значит это первый да самый простой вид переходов которые может быть просто от ячейки протянули получили выбранную ячейку из-за и исходя из этого передали данные view controller да причем передавать мы сюда можем какие угодно дата данные да то есть промкласс какой-нибудь можем передать там неважно да что здесь будет в данном случае стринг и тут же при его загрузке мы это дело все идициализировали может быть несколько этих данных да здесь же никто нам мешает там select destination view controller текст дата ему выставить и это еще 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 какие-то данные да пожалуйста это рассмотрели с вами самый простой переход давайте на сегодня закончим еще пару видов переходов мы рассмотрим с вами в следующем занятии вот с вами был александр сенин лайкайте это видео пишите пожалуйста мне обратную связь можно в личку можно в комментариях